Пройти все природные зоны мира за пару часов вполне реально в Ульяновской области. В Акшуатском дендропарке обустраивают новую экологическую тропу протяжённостью 2 километра. Название вполне лаконичное – Акшуатская кругосветка. На прогулке можно будет познакомиться с уникальными деревьями, кустарниками и травами. Мы надеемся, что будет привлечено большее количество туристов, больше населения узнают о наших природных краях. И министерство оказывало полную поддержку. Помогут в изучении специалисты местного краеведческого музея. Но можно будет прогуляться и самостоятельно. Установят указатели и информационные стенды. Мы постарались составить таким образом эти баннеры, все указатели, информационные составляющие, чтобы посетители могли самостоятельно провести экскурсию и при этом получить максимум информации о парке. Весь этот грант, весь проект у нас составляет полтора миллиона. Оборудуют также места отдыха, мосты через лесной ручей и поставят малые архитектурные формы. Напомню, что Дондропарк в Барышевском районе является уникальным памятником природы. В конце 19 века местный помещик Владимир Поливанов собрал на территории парка богатую коллекцию деревьев и кустарников из разных уголков страны и мира. Пока в парке действует один маршрут – Поливановская тропа. Но для территории в 63 гектара этого явно мало. Конечно, нам хотелось бы, чтобы люди, а с каждым годом все больше и больше отдыхающих сюда приходят, ну и изучают, и много очень посетителей. И, конечно, мы увидим, что людям уже не хватает территории, потому что этот маршрут полтора километра. Люди приезжают некоторые на весь день. И, конечно, им хотелось бы посмотреть и другие уголки. А пока территорию будущей тропы начали расчищать. На субботники выходят местные жители. Для них дендропарк – особое золотое место. Они стараются поддерживать его в чистоте и регулярно устраивают уборку и сажают деревья. Мы здесь проводим время. Мы ходим здесь летом пореже, и зимой даже ходим с палками, занимаемся ходьбой. Всегда и бегаем здесь, и спортивные игры проводим. В октябре начнется исследовательская работа. Специалисты лесного хозяйства и ботаники составят подробное описание пород, а краеведы подготовят экскурсию. Появится и аллея. Местные высадят сосны. Анна Тищенко, Управда ТВ.